Господин Чумаков, скажите, а чем руководствуются вот эти граждане, которые на территории захваченной ими атомной электростанции нашей заставляют вот, опять-таки, наших работников заниматься осушением бассейнов, там, где жидкость для охлаждения реакторов, да, и якобы оружие там какое-то пытаются найти. Ну вот, во-первых, чем это грозит? А во-вторых, вот по вашему мнению, зачем? Зачем они это делают? Я думаю, что они считают, что это их электростанция теперь, понимаете? Они же освобождают эту территорию. Весь мир смотрит на них как на захватчиков, они-то думают, что они освободители. Они захватили, освободили эту электростанцию от нациков, и вот они теперь хозяйничают там. К чему это может привести? Я конкретно не знаю, что они осушают. Конечно, если осушить, откачать воду из того бассейна, который является, собственно говоря, гасителем вот этой цепной реакции, мы знаем, что это бывает при этом. Это то, из-за чего взорвалась чернобыльская электростанция. Я надеюсь, что эти полуумки, которые сейчас захватили эту электростанцию, что они хотя бы, может быть, какой-то совет от специалистов могут получить, потому что это может плохо кончиться и для них в первую очередь, потому что если эта вся штука рванет, то я думаю, что, так сказать, этим захватчикам мало не покажется. Это будет такое хорошее ядерное оружие против них самих. Ну, я думаю, не только захватчикам, но и какой-то части континента. Ну, и я снова обращу ваше внимание, а к кому стучаться, чье внимание обращать, что вот прямо сейчас может произойти, ну, катастрофа? Ядерная катастрофа. Ядерная катастрофа прямо сейчас. Она как-то так проходит по касательной почему-то. Мы сейчас про, опять-таки, заявления наших партнеров международных, да и не только партнеров, абсолютно всех в мире. Ну, вы понимаете, я прошу прощения, что я немножко так иронично, скептично к этому отношусь. Понимаете, ну, кому жаловаться? Путину жаловаться можно. Понимаете, вот это же отморозки, на которых нет никакой управы. Думаете, они кого-то послушают? Понимаете, это вот какая-то безвыходная ситуация, мне кажется. Вот так вот кому-то жаловаться. После четырех месяцев войны, когда убиты десятки тысяч мирных граждан и военнослужащих, кому-то жаловаться из-за какого-то бассейна, я не знаю даже. Мне кажется, это неправильная постановка вопроса. Здесь надо настаивать и использовать эти факты как еще один аргумент в пользу того, что все-таки западные державы должны более активно помогать Украине, а не так в четверть силы, как это происходило до сих пор. Потому что без этого они будут продолжать таким же образом издеваться над Украиной. Понимаете, они ведь могут натворить массу бед просто по глупости. Потому что, как они, например, обстреливали эти электростанции, как они, так сказать... Ведь там масса есть каких-то других опасных вещей, которые могут... Химические какие-то производства, которые тоже могут быть источником очень больших бед. Поэтому здесь ответ один. Здесь просто надо отвоевать эти территории обратно. Господин Чумаков, так, собственно, ну это же не может быть самоцель просто захватить атомную электростанцию. Захватить ради чего? Держать в напряжении просто общественность? Говорить, что Росатом теперь как бы наверху всего этого дела, и она в российскую энергосистему, теперь работает, ну это бред. Но она не может физически даже работать на российскую энергосистему. У нас все, мы обрубили как бы канаты с Россией. Ну то есть блеф, это не просто блеф, это бредятел. Захватили, чтобы что? Вы знаете, вот вы напрасно так думаете. Потому что они-то рассматривают это как освобождение. Они присоединяют эту территорию, они присоединят их рано или поздно, если Украина их не сможет обрать назад, они их присоединят к России. И они, эти обрезанные связи, они их восстановят. Они протянут провода и будут их использовать. Так же, как они делали в 2014 году, когда они разбирали эти заводы, увозили оборудование в Россию. Это мародерство, понимаете, в большом, в широком масштабе. Поэтому напрасно вы думаете, что это вот так. Просто они измываются. Я думаю, что это полномерная политика. Это как бы продуманное решение. Продолжение следует...